МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии информационной программы Твои новости Марина Бортенева. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Выставки народных умельцев, большой праздничный концерт на площади, работа уголков национальных культур. Свой день рождения Армавир встретил ярко и масштабно. С подробностями Дарья Допчева. Фейерверк, эмоции и странный звездопад! На дне рождения Армавира побывала Юлия Чусышева! 27 сентября на центральной площади города сотни ребят дали клятву первоклассника. На торжественном мероприятии побывала Ирина Чупина. 25 сентября армавирцы начали праздновать День города. В честь 176-летия Армавира состоялся концерт мастеров искусств для старшего поколения. В этот день для горожан на стадионе «Юность» выступили звезды российской эстрады. Ансамбль «Лейся Песня» и Вика Цыганова на концерте побывала и наша съемочная группа. Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня города, начались в пятницу, 25 сентября. Каждый праздник для армавирцев по традиции не обходится без чего-нибудь яркого и феерического. Так и в этот раз поздравить жителей города старшего поколения приехали ансамбль «Лейся Песня» и Вика Цыганова. Праздничный вечер трибуны стадиона «Юность» были переполнены. Для увеличения вместимости установили ряды пластиковых стульев. Но и этого оказалось недостаточно. Люди наблюдали за выступлением, стоя в проходах. Концерт открыл вокально-инструментальный ансамбль. Они исполнили давно полюбившиеся хиты, не оставив равнодушными ни одного из зрителей. Любимые песни зрители пели вместе с исполнителями. Этот факт радушного приема выступающие не оставили без внимания, а самых активных зрительниц одарили подарками. Армавирцы, в свою очередь, неоднократно преподносили цветы любимым артистам. Продолжила концерт не менее любимая народная исполнительница Вика Цыганова. Трибуны взрывались аплодисментами под песни Виктории. Воодушевленная овациями армавирцев исполнительница спускалась со сцены прям к зрителям и дарила поздравления жителям города-именинника. В ответ же получала восторженные аплодисменты и цветы от горожан. В честь 176-летия города Армавира артистка исполнила патриотическую песню под названием «Это родина моя», которая произвела огромное впечатление на всех присутствующих. «Это родина моя, и делить ее нельзя, это матушка Россия, это русская земля». По окончанию своего выступления Вика Цыганова поделилась своими впечатлениями и, конечно же, пожелала Армавиру и его жителям веры, надежды и любви. Здесь ведь в Армавире много людей разных национальностей, но я хочу добавить от себя, что русский – это не национальность, русский – это состояние души. И любой человек, находясь за границей, кем бы он ни был, армянин, грузин, украинец, белорус, он говорит, я русский, татарин, все равно я русский, понимаете, это состояние души. Русским называется тот человек, который преображает эту землю, человек, который созидает, творит, а не разрушает и не потребляет. Вот этот человек может называться русским. Поэтому я желаю этому городу процветания, и чтобы он расцветал, становился краше, и своей дружбой являл всем пример, как надо жить. Завершил мероприятие праздничный фейерверк. Олеся Мишакова, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Отмечать 176-ю годовщину образования Армавир продолжил в субботу 27 сентября. Утром в центре работала выставка «Город мастеров». Свои работы представили народные умельцы, профессионалы в области декоративно-прикладного искусства. Город мастеров раскинулся в сквере напротив администрации возле Большого фонтана. Множество поделок, выполненных из самых разных материалов, представили учебные заведения города, детские сады, школы, учреждения дополнительного образования. Известно, что над экспонатами трудились педагоги, учащиеся и даже их родители. Армавирцы могли не только познакомиться с выставкой, но и создать оригинальную поделку своими руками. Для всех желающих здесь проходили мастер-классы. Город мастеров посетили почетные гости, первые лица региона и Армавира. А уже днем на центральной площади состоялось торжественное открытие праздника. Организаторы подготовили для Армавирцевых гостей большое театрализованное представление. Среди зрителей оказалась и Дарья Топчева. Днем 26 сентября на центральной площади города было особенно многолюдно. Прийти на открытие праздника поспешили сотни человек. Среди почетных гостей – представители власти Армавира, Краснодарского края, а также города-побратима, столицы Армении – Армавира. Члены делегации поднялись на праздничную сцену, откуда приветствовали собравшихся. Мне очень памятны наказы армавирцев, которые 10 лет назад давались всей вертикали власти. Эти наказы нашли свое воплощение в программах социально-экономического развития города. И сегодня, спустя годы, мы можем сказать, что многое из того, что хотели, ожидали, и что нужно было сделать в городе, армавирцы сделали сами. Ну, конечно же, и с участием краевой власти. То, что Армавир динамично развивается, отметил и глава города Андрей Харченко. В городе строятся новые социальные объекты, детские сады, отремонтированы все лечебные учреждения города Армавира, ремонтируются дороги, строятся новые путепроводы. Годовщина победы в Великой Отечественной войне – первое, на чем сделали акцент организаторы праздника. В 2015 году исполнилось ровно 70 лет с момента, как была окончательно повержена фашистская армия. Дань уважения армавирцы выразили ветеранам, пришедшим на праздник. А в знак памяти тех, убитых и замученных во время оккупации, в небо выпустили белые шары. Блок, посвященный победе в Великой Отечественной войне, продолжила театрализованная сцена ликования советских солдат возле стен поверженного Рейхстага. За победы над фашизмом последовали другие победы, прежде всего связанные с возрождением послевоенных лет разрухи. 16 июня 1973 года по улицам Армавира прошел первый троллейбус. Город трудится, отстраивается заново. Артисты в танце стремились передать дух того времени. Большая семья детям – главная ценность на Кубани в целом и в Армавире в частности. На праздники эту мысль подчеркнули несколько раз. Семьи-юбиляры, многодетные были отмечены ценными подарками. Не обошли на мероприятие стороной и тот факт, что 2015 год в стране объявлен годом литературы. На Армавирскую сцену один за другим поднимались известные мастера слова и их персонажи. О, сколько мыслей, чувств, эмоций и нравов человеческих вошло в страницы книг. От фолиантов мощных до книг сегодняшних. Большим блоком прошла тема спорта и молодежи. Зрителям рассказали о достижениях армавирцев. Спортсмены продемонстрировали публике свои умения. Несколько красочных номеров с участием детских творческих коллективов продолжили праздник. Россия современная, многонациональная, единая и перспективная. Такую постарались представить страну организаторы. Апогеем праздника стал красочный салют, изобразивший три цвета российского флага. Дарья Топчева, Александр Пензев, служба новостей Армавира. День города по Армавирске – это выступление звезд российской эстрады, которых удивляет масштабность и размах праздника. Никита Пресняков и группа «Малтиверс» «Слава», Александр Иванов, Сронда и Валерия поздравили армавирцев с днем рождения города. Как это было, увидела Юлия Чернышева. Сегодня Армавир – самый богатый город на эмоции. До концерта остаются какие-то считанные минуты, но на площади уже множество народов. В первом ряду люди занимали места еще за два часа до начала концерта, чтобы как можно ближе увидеть звезд российской эстрады. День города – отличный праздник, отличный. Давно стоите здесь? Ну, час-ка с пяти стою. А как же, чтобы посмотреть все наяву и рядом все увидеть. А тебе каждый год? Каждый год, каждый год обязательно. Первый ряд, первое место. А как же, чтобы все увидеть. Что вы хотите сегодня увидеть здесь? Ой, все. Все хочу. Поздравьте армавирцев. Да, всех армавирцев поздравляем с праздником. Желаем им всего самого-самого веселого, хорошего настроения. Бог даже для нас погоду сделал. Здесь нечего будет. Хорошая погода в городе. Расскажи, что ты сегодня ждешь от нынешнего праздника? Я хочу увидеть Гагарину и вот это, Меладзе. А здесь давно уже место заняла? Ну, час тридцать уже. Полину Гагарину и Валерия Меладзе в этот вечер никто не дождется. Зато эстрадный звездопад гарантирован. Пока армавирцы бились в догадках, кто же в этот вечер выйдет на главную сцену Армавира, концерт открыли знаменитости городские. Первыми выйти к публике посчастливилось ансамблю «Лошкари». Солисту дворца детского юношеского творчества Мелкону Вартанову после его выступления уже звезды российской эстрады за кулисами пророчили большую сцену. А ансамбль барабанщиков, единственный в России специализированной музыкальной школы для слепых и слабовидящих детей, удивлял артистизмом. «Через дарь всех разлук я тебя услышу, слышу тихий вздох и сердца стук, рядом со мной не отдам я никому, что в душе я так берегу». Именитые ведущие и знаменитые квинщики команды «Триот» и «Диот» обещали в праздничный вечер настоящую жару на сцене. Армавирцам действительно пришлось попотеть, подпевая и подтанцовывая под альтернативную музыку группы «Малчиверс» и зарубежные хиты в исполнении Никиты Преснякова. Исполнив семерку хитов, Никита Пресняков до последнего одержал зрителя, по крайней мере, молодежного. На волне настроения. Еще год назад на этой же сцене в день города Армавира выступала его мама Кристина Арбакайте. Несколько лет назад был здесь и Филипп Киркоров. Армавирцы задались риторическим вопросом, а ждать ли на следующий год именитую бабушку Преснякова Аллу Борисовну Пугачеву. Честно, посмотреть мы мало чего успели, потому что мы с самолета приехали сразу сюда, но мы не первый раз выступаем на днях города, и такое большое количество слушателей и зрителей впервые, и такая поддержка, конечно, немаловажна. Ну, если действительно приятно, когда народ встречает, тогда все взаимно. То есть ты рубишь ради энергетики. Ты даришь энергетику, и народ дарит энергетику тебе. Группа «Малтиверс», я Никита Пресняков. Мы передаем привет всем зрителям Армавир, каналу ТНТ. Пока Пресняков подбирал слова для интервью, перед Армавирцами блистала нарядами и голосом. Артистичная и харизматичная слава. «Расскажи мне, мама, что я сделала не так? Расскажи мне, мама, почему я миловата? Я любила, мама, а простить не знаю как, но ответили ты же сама. Любила когда-то». Вот кого, что называется, ждали и дождались. «Славная слава», подметили зрители, радовала живым голосом и популярными хитами, а мужчины любовались танцевальным дуэтом певицы. Спасибо! Привет, меня зовут Максим Киселев, сейчас поет певица «Слава». Я ее специально пригласил для того, чтобы передать привет ТНТ-новости. Вы крутая передача. Расскажите, пожалуйста, как вам наш город? Очень здорово, очень круто. И самое главное, теплая не только погода, но и атмосфера, которая сегодня происходит, есть на этой площади. А публика, публика какая еще? Мне кажется, что я уже много где побывал. И Сибирь, и Дальний Восток, но здесь самое горячее. У вас все очень масштабно, все очень круто. Крутой звук, экраны, площадь, и вообще какая-то программа охраны. Мы немножко обалдели, потому что мы думали, приедем, как обычно, и уедем. А тут и Лера, то есть Валерия, и вообще и Пригожин, и Иванов. Но как-то мы не ожидали, что будет так много артистов. Но все у вас очень масштабно и очень круто сделано. Все сделано правильно, вот как нужно для большого, такого крупного мероприятия. Счастья в вашем городе, добра, любви, потому что, ну как говорится, без любви вообще ничего не построишь, и ничего строить не хочется. Вот, поэтому любите свой город, и любите себя и друг друга в этом прекрасном городе Армавире. С днем рождения, ребята! Это просто удивительный праздник, поделился с нами капитан знаменитой команды КВН Максим Киселев. Полный аншлаг на центральной площади Армавира. Все, как говорится, на позитиве, жаждут увидеть новых звезд. А за кулисами плеяда знаменитости активно обсуждала успех на выступлении и готовились предстать перед армавирским зрителем. Здесь Иосифа Пригожина, продюсера Валерии терзали толпы желающих сфотографироваться. А самый знаменитый художник России Никас Сафронов что-то активно обсуждал с начальником армавирской полиции. Когда забудешь ты меня, и на рассвете уплывешь, оставим память лишь букет ваших роз. Крепких семейных уз, чтобы дети росли красивые, чтобы администрация вашего города была очень внимательна к проблемам ваших жителей, чтобы все время в городе царил праздник и, конечно, успехов в труде и в зарплате всем. Александр Иванов и группа «Рондо», «Старый добрый рок» и молодые армавирские поклонники знали слова практически каждой его песни. А на десерт в день рождения Армавира оставили самое-самое. Валерия преодолела 650 километров, чтобы подарить городу-имениннику свои песни. Город зажглась любовь в счастливых глазах моих. Слышишь, сердце запилось в такт, боишься спугнуть, не веришь, не дышишь. Не облади и пропали, хотя во всем всеми оплаешь. Мне хочется пожелать этому городу процветания, стабильности, чтобы работа была у всех жителей, чтобы она хорошо оплачивалась, чтобы жизнь здесь была очень интересной, чтобы на свете не хотелось отсюда уезжать, чтобы, знаете, жили люди по принципу, где родился, там и пригодился. Вот искренне, от всей души этого желаю. В этот вечер со сцены горожан поздравлял и глава Армавира Андрей Харченко. С днем города Армавира! Вы самые лучшие! Я люблю вас! Ребята, ну, я только такое количество людей видел на концерте «Мадонны». Но я думаю, здесь больше. С днем рождения Армавир со 176-летием. Юлия Чернышова, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. По доброй традиции, появившиеся в городе 5 лет назад, 27 сентября на Центральной площади, поздравили тех, кто совсем недавно пошел в школу. В общегородском параде первоклашек приняли участие около 2000 юных армавирцев. Побывала здесь Ирина Чупина. Внимание, целый народ! Волнующий праздник для всех первоклашек по Армавиру идет! С трепетным волнением встречаем праздник первоклассников, друзья! Школьный год парадом отмечаем и фанфары в честь него звучат! Ярким событием в череде праздничных мероприятий ко дню рождения города стал парад первоклассников. В праздничном шествии приняли участие ребята, всего месяц назад впервые перешагнувшие порог своей школы. Нарядные с шарами в руках первоклашки радостно прошагали на глазах сотен зрителей по Центральной площади. Слова напутствия, пожелания хорошей учебы звучали для ребят в этот день от первых лиц города. От имени главы города Андрея Юрьевича Харченко от всей души поздравляем вас с таким прекрасным, ярким, светлым праздником, парадом первоклассников. Ребята, то, что парад первоклассников проходит день города, говорит о том, что и глава города, и вся общественность, все учителя очень вас любят. И очень хотят, чтобы ваше детство было таким же ярким и красивым, как те разноцветные шарики, которые вы держите. А от лица Армавирской городской дома к ребятам и всем собравшимся обратился Александр Поляков. Вот прошло три дня мероприятий, и я очень гордился и волновался, когда мы открывали детский сад, когда мы открывали социальные объекты, замечательную набережную влюбленных, парк. А вот сейчас меня переполняют самые, наверное, самые-самые великие чувства, потому что на эту площадь вышли единовременно почти две тысячи наших маленьких армавирцев. И, наверное, столько же еще наших замечательных родителей, плюс педагоги. Это говорит ведь о самом главном, что город живет, что появляются у нас маленькие дети. Я еще раз поздравляю всех с праздников, у нас замечательные дети, самые лучшие на свете, у нас самый замечательный и самый лучший город. Особая благодарность педагогам, нелегкая, сложная задача, но я думаю, уверен, что вы с ней справитесь. Всех с праздником, большое спасибо. Именно здесь ребята, возможно, впервые почувствовали возложенную на них ответственность, прилежно учиться и торжественно дали клятву первоклассника. Первоклассники, девочки и мальчики, клянемся быть послушными, веселыми, нескучными. С праздником новоиспеченных школьников поздравили и юные таланты армавира. Арсений Криволапов и Ксюша Белакина подарили собравшимся свои зажигательные вокальные номера. В финале праздника каждый первоклассник загадал желание и выпустил в небо воздушный шар. Зрелище получилось ярким и запоминающимся. Небо армавира раскрасилось сотнями разноцветных точек. Ирина Чупина, Михаил Тихонов, служба новостей армавира. Освоить грамматику, научиться читать и писать на английском, а главное начать разговаривать на иностранном наречии, предлагает армавирцам Международный языковой центр LanguageLink. Его преподаватели имеют высокий профессиональный уровень знаний и помогут своим студентам избавиться от языкового барьера. Уже третий год подряд Международный языковой центр LanguageLink успешно помогает армавирцам осваивать английский язык. Учебный процесс здесь разделен на уровни. Прежде чем приступить к занятиям, каждый новый ученик проходит специальный тест. Он поможет определить, в какой группе, в зависимости от знаний, будет обучаться студент. Занятия в LanguageLink проходят увлекательно и эффективно. Преподаватели центра пользуются коммуникативной методикой изучения иностранного языка. Весь учебный процесс строится на живом общении, диалоге, педагога и студентов. Джошуа Иберт – один из педагогов LanguageLink. Он приехал в Армавир из Америки. Английский для Джошуа – родной язык. Поэтому с ним студенты легко погружаются в языковую среду. Отмечу, что среди преподавателей центра есть специалист, обладающий международным сертификатом, дающим право преподавать иностранным по всему миру. LanguageLink сотрудничает со школами города. В рамках этого взаимодействия возможна дистанционная подготовка учащихся к сдаче основного и единого государственных экзаменов. Главным испытанием выпускников школы языковой центр готовит и в своих стенах. Итог работы – одни из самых высоких результатов сдачи ЕГЭ в крае. Международный языковой центр LanguageLink приглашает вас изучать иностранный язык с нами. Мы поможем вам подготовиться к сдаче международных экзаменов ЕГЭ, ОГЭ, а также повысить ваш общий уровень языка. Созданы условия для обучения в LanguageLink и для самых маленьких учащихся. Специально разработанная программа, учебные пособия, игровая форма занятий позволяют начать изучение языка детям от трёх лет. Ведётся в центре и обучение взрослых. Работает направление «Бизнес английский». Каждый месяц в центре проходит киноклуб и дискуссионный клуб, позволяющий посетителям улучшить свой уровень владения иностранным языком. А находится Международный языковой центр LanguageLink по адресу улица Урицкого, 117. Дарья Топчева, Александр Пензев, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. На этом выпуск завершён. Далее о погоде. На ближайшие сутки вам расскажет Ирина Чупина. В студии была Марина Бартенева. До новых встреч на телеканале ТНТ Армавир. Имидж ведущей – магазин женской одежды «Лара». Улица Азовская, 4 и Тургенева, 140. Торговый центр «Оскар».